В чемпионате Англии продолжается голевой метеорит, Манчестер Юнайтед исправился за поражение в прошлом туре, одолев Брайтон 3-2. Заметьте, что хозяева поля сравняли счёт на 95-й минуте, а гости вырвали победу на 99-й минуте. Курьёзный случай произошёл после финального свистка. Когда все думали, что матч уже окончен, арбитр пересмотрел видеоповтор и назначил пенальти, который успешно реализовал Бруно. На мой взгляд, хозяева заслужили как минимум ничью, но люди в чёрном. Кристал Пелес проиграл Эвертон 1-2, и риски издеваются над этим соперником на протяжении 6 лет. Кальверт Льюин забивает в третьем туре, на его счету уже 5 мячей, а вот Эвертон имеет 5 побед подряд, включая и кубок. Что добавляет ему новых болельщиков среди вас? Есть такие? Дебютанту сезона в Эсбронвичу не хватило преимущества в 3 мяча, который клуб упустил в игре с Челси 3-3. Последний раз синие отыгрывали разницу в 3 мяча в группе Лиги Чемпионов, когда уступали Аяксу 1-4. Ох уж эта подозрительная Англия, в которой постоянно забивают в компенсированное время. Абрахам поучаствовал и в победе над Бёрли в кубке 6-0, а его коллега Каллом Робертсон, автор двух мячей в этой игре. Бёрли проиграл Саутгемптону 0-1, который реализовал свой единственный момент за всю игру. История противостояния этих коллективов говорит о том, что святые одержали первую победу за 4 последних сезона. Дэнни Инкс, забивший в прошлом розыгрыше 22 мяча, имеет уже 3 гола в новом сезоне. Лидс пришёл всерьёз и надолго, клуб добыл вторую победу в АПЛ над Шеффилд Юнайтед, и опять последние минуты игры, и опять Патрик Бэмфорд. Игрок забил в каждом туре по одному разу. В чемпионшип сезона 2018-2019 команды выиграли друг у друга на выезде. Туттенхэм на старте турнира растерял уже 5 очков, игра с Ньюкаслом завершилась в ничью 1-1. Давайте отметим, что Сороки несколько дней назад одержали крупную победу в кубке над Моркомом 7-0. А Туттенхэм прошёл Лейтон за счёт технической победы. Калом Уилса на седьмой добавленной минуте отобрал у Мауриньо 3 очка. Шпором он забил впервые в карьере. Манчестер-Сити не справился с Лестером на своём поле 2-5. Три года назад Лисы побеждали горожан немножко скромнее, 4-2 в Лестер шире. Гости забили 3 пенальти у Варди Хитрик. Правда, третий пенальти он забить не смог, так как был уже заменён. Вестхэм добыл первую домашнюю победу в туре, разгромив Вулверхэмптон 4-0. За последние две недели это третья крупная победа Молотобойцев. Волки же проиграли в третьем туре подряд с учётом кубковой игры. Джерард Боун сделал два дубля в межсезонке, а сейчас применил свои навыки в официальной игре с Волками, которые точно в этой игре не заслужили крупного поражения. Первые очки на уступил Астанвиле 0-3. Это поражение откинуло дачников на последнюю строчку в таблице. У Бирмингема 4 победы в сентябре, 3 из которых на выезде и во всех трёх команда забила по 3 мяча. Джон Макгин сделал две голевые передачи в этой игре. Центральная игра прошла в Ливерпуле, где местный клуб принимал Арсенал. Ровно месяц назад Канониры обыграли оппонента в Суперкубке страны. Получается, что Ливерпуль на протяжении трёх матчей не побеждает лондонский клуб. Три очка записал Ливерпуль и идёт в новом сезоне без потерь. У команды 4 победы с учётом кубковой игры с отчётом 7-2. Расписание. 3 октября стартует тур лондонским матчем Челси-Кристал Пелос. Эвертон должен набрать очки в игре с Брайтоном, Лидс, Манчестер Сити, Ньюкасл, Бёрли. И 6 матчей состоится на следующий день. Это значит, что следующий обзор впервые состоится в воскресенье. Лестер, Вестхэм, Саутгемптон, Вестбром, Арсенал, Шеффилд, Юнайтед, Вулверхэмптон, Фулхэм, Тоттенхэм 1 октября сыграет в Лиге Европы. А через 3 дня противостояние с Юнайтед. Благо, что оба матча пройдут в Англии и Остон Вилла трусится перед приездом Ливерпуля. А сейчас список лучших бомбардиров и лучших ассистентов. Кальверт Льюин из Эвертона забил 5 голов. Варди за счет хитрика делит с ним первую строчку. У Сонхенмина 4 мяча. Гарри Кейн записал на свой счет 5-й ассист. Турнирная таблица АПЛ. Лестер, Эвертон и Ливерпуль набрали максимум по 9 очков. Остон Вилла, Арсенал, Кристал, Пелос и Лидс имеют по 6. Лестер забил больше всех. У трех команд очков нет. Это Бёрли, Шеффилд, Юнайтед и Фулхэм. Остон Вилла еще не пропускала голов, а Шеффилд, Юнайтед еще не забивал. Смотрите таблицу коэффициентов у Ефа. До встречи на спортивном.